Вторая мировая война Вторая мировая война втянула в свою орбиту огромное количество государств, больших и малых. Воевала и Финляндия, и воевала с Советским Союзом. Я не буду сейчас касаться причин этого конфликта в контексте извечных русских вопросов. Кто виноват и что же делать? Разговор пойдет о другом феномене и вот каком. Статистика, друзья, вещь лукавая и, чего уж скрывать, не всегда чистоплотная. Сейчас поймете почему. Почему? Представьте себе, вы в жарком споре под 100 грамм с прицепом вдруг узнаете от приятелей, что олимпийский чемпион по бегу на 100 метров какой-нибудь Вася Пупкин из деревни Дальние Нижние Котлы Дрюкаловского района. Но вам-то известно, что чемпион совсем другой человек. И вот вы из интернета узнаете, что Вася Пупкин реальный чемпион и геройский мужик. Потому что пробежал эти 100 метров без ног, то есть на протезах, и стал чемпионом пар Олимпийских игр. А это, согласитесь, совсем другое дело. Вот так и со статистикой Второй мировой войны врали все. Так, например, во многих источниках пишут, что на Курской дуге у вермахта, в числе прочего, было 184 самоходных орудия «Фердинанд». В то время как немцы, внимание, за всю войну построили всего 91 самоходку. Теперь понятно, откуда появился на свет интересный список летчиков АСА Второй мировой войны. Вот он на фото. Оттолкнемся и мы от него. Про Хартмана я уже говорил. Сегодня поговорим о непревзойденном в Финляндии летчике-истребителе Второй мировой войны Илмари Юутилайнане. Внимание, говорю медленно. Этот летчик, имея 94 победы, в списке АСА Второй мировой войны занимает почетное второе место сразу после Эриха Хартмана. Вы скажете, что за чушь собачья. Второй после Хартмана – это Герхард Баргорн. Третий – Гюнтер Раль и так далее. Не угадали, друзья. Дело в том, что критерием отбора в данный список стал национальный признак. Вспомните Васю Пупкина. Здесь все то же самое. И Юутилайнан на самом деле второй в списке мировых АСАВ. Потому что от каждой страны был взят один и самый результативный пилот Второй мировой войны. Вот в чем состоит вся лукавая прелесть статистики. Да. Но вернемся к нашим баранам. Как Финляндия вступила в войну с СССР? Немножко истории. Финнам, в отличие от остальных союзников нацистской Германии, а именно Румынии, Венгрии, Италии и так далее, не надо было куда-то и что-то посылать. Финляндия была рядышком и имела общую границу с СССР. И вся финская авиация работала против СССР с лета 41-го года. А теперь внимание. В марте 40-го года во всех финских ВВС по учету, говорю медленно, было 394 самолета, 445 офицеров, 780 унтер-офицеров и 1150 человек рядовых. Итого 2375 человек. Весь финский авиапарк на 22 июня 41-го года – это сборная солянка устаревших американских, английских, итальянских, голландских, шведских и даже трофейных советских самолетов. Финляндия к началу войны с СССР насобирала всего 447 самолетов, из которых боеготовыми были 403 машины. В то время как СССР на своих северо-западных границах держал в боеготовности внимание 3260 боевых самолетов. Из них 1592 самолета базировалось непосредственно на так называемом финском направлении, в число которых, кроме всего прочего, входили 849 истребителей и 561 бомбардировщик, не считая другой авиации. Вот так. Финляндия вступила в войну утром 25 июня 41-го года, когда ВВС РКК внезапно атаковали 18 финских аэродромов силами 263 бомбардировщиков и 224 истребителей. Цель – уничтожение финских ВВС на земле. Задумка, надо сказать, была блестящая, но вот исполнение подкачало. Первый же день этой атаки века ВВС РКК потеряли 25 самолетов, а уничтожили на земле всего два финских самолета. Операция была рассчитана на 6 дней, с 25 июня по 1 июля. Всего за время бомбардировок, по финским данным, было уничтожено около 70 самолетов. По нашим данным, чуть более 130. А теперь подробнее. 22 июня 41-го года немцы вторглись в СССР. Финны соблюдали нейтралитет. Вот почему 22 июня 41-го года штаб Северного фронта получил категорический приказ, внимание, границу с Финляндией не переходить и не перелетать. Вместе с тем, наше руководство знало о вступлении Финляндии в войну против СССР, так как еще в мае 41-го года генеральные штабы Германии и Финляндии согласовали планы совместных боевых действий, по которым Финляндия объявляла нам войну через 14 дней после германского вторжения в СССР. Но уже 22 июня 41-го года финны вводят свои войска в демилитаризованную зону Алландских островов. Поэтому через день после начала войны советское руководство решает атаковать аэродромы формально тогда еще нейтральной Финляндии. Тем более, что финны, в принципе, были уже готовы к нападению на СССР, правильно? А на финских аэродромах были замечены самолеты Люфтваффе. В общем-то, все ясно, но стоит добавить, что инициатором превентивного удара по финским ВВС был командующий ВВС Северного фронта генерал-майор авиации Новиков, который и убедил командующего Северным фронтом генерала Попова, а затем оба они убедили в этом ставку главного командования. Наша разведка, кстати, знала, что в Финляндии уже базируется авиация Люфтваффе. Вот почему ставка приняла решение на проведение этой воздушной операции. И 24 июня она издает директиву за подписью самого маршала Тимошенко, которая требовала от Военного совета Северного фронта, цитирую, «начать боевые действия нашей авиации и непрерывными налетами днем и ночью разгромить авиацию противника и ликвидировать аэродромы в районе южного побережья Финляндии». Конец цитаты. Однако, в отличие от Зимней войны 1939 года, финские ВВС практически сразу же завоевали превосходство в воздухе, несмотря на троекратный численный перевес ВВС РКК. И наша авиация, как это ни грустно, постоянно несла потери. Наше счастье в том, что финны остановились у своей старой границы и фронт был стабильным до самого конца войны. Активность нашей и финской авиации в этот период была невысокой, но превосходство в воздухе всю войну было, к сожалению, у финских ВВС. Однако вернемся к нашему герою. Юти Лайнен родился 21 февраля 1914 года. Отец – железнодорожник, который потерял обе ноги во время железнодорожной катастрофы. Жили они небогато, и как большинство финнов. И в жизни Илмари ничего героического не предвиделось, пока он не прочел книгу про немецкого асса Первой мировой войны Манфреда фон Рихтгофена, после чего и решил стать летчиком. Летом 1932 года Юти Лайнена призвали в армию, а уже в 1933 году он поступает в авиашколу, где, обучившись, получил лицензию пилота маломоторной авиации. Стоит отметить, что человеком он был весьма упорным и в 1936 году добился таки направления в авиашколу финской военной авиации. Из четырех месяцев обучения в школе будущий асс почти месяц отсидел на Губтвахте, при том, что десять суток Юти Лайнен заработал за исключительные хулиганства, полеты и пилотаж на предельно малых высотах. Здесь смешно то, что после окончания обучения в авиашколе Юти Лайнен, в отличие от других выпускников, еще неделю досиживал на Губтвахте. 1 мая 1937 года Юти Лайнен с сержантом прибыл в летную часть на аэродром Суур-Мерёки, где поначалу летал на самолете разведчики, и только в 1938 году его направляют на курсы летчиков-истребителей. Свою первую победу он одержал 19 декабря 1939 года на самолете Фокер-Д-21, где над Карельским перешейком сбил бомбардировщик ДВ-3. А 31 декабря в бою над Лазинским озером сбил и 16-й, и в тот же день получил звание старшего сержанта. Итого Юти Лайнен в ходе Зимней войны, так Финляндия называет Советско-финскую войну 1939 года, сделал 115 боевых вылетов и одержал всего две победы. Звездный час Юти Лайнена пробьет во второй войне с СССР, начавшейся летом 1941 года. Надо отдать должное, он воюет дерзко и смело, а если учесть, что он к тому же еще и отличный воздушный стрелок, то это объясняет его результативность. Уже 9 июля 1941 года Юти Лайнен сбивает два И-153, когда в 4 часа утра по тревоге в воздух поднялись 12 финских брюстеров во главе с майором Магнусоном, и уже 5-10, 9 из них над городом Лахденпохе вступили в бой с 15 самолетами И-153. В течение каких-то 10 минут финны сбили 8 из них и еще 4 повредили. Все его победы, кстати, с финской пунктуальностью зафиксированы в летных документах, секрета здесь нет никакого и при желании их можно все посмотреть в интернете. Так, 14 декабря 1941 года Юти Лайнен одержал 15-ю победу, сбив в районе Онежского озера Ми-3, а 14 марта 1942 года, 20-ю, подбив в районе города Сегеш еще один Ми-3. После этого 26 апреля 1942 года Юти Лайнена за 20 воздушных побед награждают крестом Маннергейма 2-го класса. Забегая вперед, скажу, он был дважды награжден крестом Маннергейма, высшей военной наградой, и остался в истории Финляндии единственным, кто получил ее, не будучи офицером. По-нашему это как ни крути, дважды герой Советского Союза, да. 18 августа в ходе жестокого боя над Пинским заливом Юти Лайнен сбил 3 из 16, и число его побед достигает 30. 23 декабря 1942 года он сбил в районе Ораненбаума П-40 Китти Хоук. Это была 36-я и последняя победа, которую Юти Лайнен одержал, летая на Брюстере Б-239. Потому что 8 февраля 1943 года его перевели в эскадрилью, которая первой финской авиации пересла на истребители Мистера Шмидт, и на нем Юти Лайнен летает до конца войны. Число его побед постоянно растет, и вот 28 июня 1944 года за 75 побед его награждают вторым крестом Маннергейма. А 30 июня, когда в одном бою в районе Хантала он сбил два П-39, два Як-9, Ил-2 и Ла-5, он стал вторым финским пилотом, одержавшим в одном бою сразу 6 побед. 3 сентября 1944 года Юти Лайнен одержал свою последнюю 94 победу. Всего в 1939-1944 годах он совершил 437 боевых вылетов, 115 на Фоккере Д-21, 181 на Брюстерах 239 и 141 на Мистершмиттах. При этом истребители, на которых он летал, ни разу не получили ни одной пробоины. Единственный случай, когда его самолет был поврежден, произошел 2 июня 1943 года. Над Финским заливом с очень короткой дистанции он дал длинную очередь из пушек по самолету П-2, который взорвался в воздухе, и его мистершмитт, столкнувшись с обломками, получил сильнейшие повреждения. Юти Лайнен тогда, не дотянув до финского берега, упал в воду. Самолет, естественно, утонул, а самого Юти Лайнена чудом подобрал спасательный катер. На этом, пожалуй, можно было бы закончить, если бы не один интересный момент. Финской военной авиации, образно говоря, плотность ассов на один квадратный километр была, пожалуй, самой высокой в мире. Посудите сами, при наличии чуть более 100 истребителей, а это всего лишь два полка военного времени, финны имели на конец войны 23 летчика аса. Смотрите на экран. Двое из них, и это Илмри Юти Лайнен, 94 победы, и Ханс Винт, 72 личных победы и 6 в группе, в совокупности, внимание, одержали побед почти столько же, сколько первые 6 британских летчиков-асов за все время и на всех театрах военных действий Второй мировой войны. Точно такое же соотношение побед у финнов и с первыми шестью американскими асами времен Второй мировой войны. Спасибо. Продолжение следует...